на этом кадре вы можете наблюдать как я складывала свои чехольчики все 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 которые у меня были от 14 pro max какие-то из них совершенно новые например как этот чехол я его надевала буквально один раз или же вот этот я его вообще не надевала потому что по итогу он мне не понравился когда я его заказывала на wildberries ну а все остальные я носила как вы можете заметить очень и очень много раз потому что они были достаточно удобными а собираю я чехлы для того чтобы отдать их новому владельцу вот столько штук у меня их всего вышло и сейчас буду их красиво упаковывать в пакетик от sunlight перевязывать ленточкой на момент съемки этого видео я все никак не могла дочитать книгу гордости предубеждения джейн остин и дочитав ее уже я могу вам сказать полноценный отзыв на нее в принципе неплохая книга мне очень нравится эпоха в которой описано сие действия но мне не хватило описание описание туалетов девушек платьев описание домов всего чего угодно вследствие чего у меня сложилась неполноценная картинка точнее даже сказать она вообще не сложилась потому что обычно когда я читаю книгу у меня это все идет как фильм фильм такой небольшой фильм в голове но в этот раз фильма не было и все что у меня было это лишь картинки в этой книге которые я вам показывала ранее только по ним я могла складывать свое впечатление о том как же выглядят персонажи и как вообще все это происходит на этих кадрах я уже делаю домашнее задание по своей учебе открыла исходные данные на планшете также пример решения задачи и сейчас буду решать по своему варианту эту задачку в тетрадку так ну что ребят то что успела я дорешала там еще примерно половину таких расчетов будет но сейчас я не успеваю это сделать потому что я иду кое-что забирать с в адреса и у нас с вами будет прекрасная чудесная распаковка нового телефона а иду забирать я непосредственно стекло чтобы приклеить на телефончик чехол мне пришел еще вчера хотя заказывал я их вместе то есть чехол дошел за один день а стекло дошло за два дня и то только сегодня вечером она мне пришло поэтому быстренько бежим на вал берез пока он не закрылся для вас ребятки прошел один миг для меня прошло много времени потому что я сходил на вал берез и так это чехол который получила вчера а сейчас я получила вот такое вот стекло что хочу сказать самом деле мне очень сильно бесит айфон со стеклом потому что когда он был одиннадцатый на нем не было стекла вообще то есть там даже могу его показать вот он мой старенький одиннадцатый айфон на нем не было ни стекла ни пленки защитной просто ничего и он идеально проносился ну конечно же если айфон не роняется он всегда идеально проносится но прикол в том что вот эти вот маленькие еле заметные царапинки на воздухе которые буквально появляются они при близком рассмотрении видно естественно и до тактильное ощущение неоспоримо очень приятны когда на телефоне нет ни стекла ни пленки ничего но я думаю первое время я поношу стекло если мне не понравится я его просто сниму и буду ходить без него потому что мне в принципе пофиг вот главное не ронять телефон тогда все будет окей хотя даже со защитным стеклом айфоны бьются блин я наверное вот так вот просто поставлю камеру распакую все вам покажу вот пакетик долгожданный такой классненький до покупала я в хайсторе это лучший магазин который я только знаю ну по крайней мере в самаре с техникой apple вот потому что я заходила в другие магазины спрашивала почему такая у вас дешевая цена на айфон и мне говорили но вы должны докупить три аксессуара вы должны взять рассрочку и только при этом условии у вас будет вот такая вот цена спасибо но не надо еще здесь можно сдать в трейдин свой старый айфон но я его не сдавала я его просто продала и так что мне положили кабель на тайп си потому что у 15 тайп си зарядка ну и собственно вот он красавчик на 256 гигабайт 15 по макс самом деле думала между просто 15 между 15 про и про максом потому что 15 мне понравились цвета да вот этот розовый нежно-розовый просто какой-то нереально классный цвет вот здесь мне нравится только серый цвет в про версии почему не 15 ну потому что у него как бы функционал камеры не такой обширный как в про версиях почему не про а именно про макс все очень просто я изначально хотела про потому что он меньше у меня ручки маленькие не удобнее держать именно прошку вот этот слишком все-таки громоздкие для моей руки но за несколько лет пользования 14 про максом я уже к нему очень привыкла но я все равно хотела поменьше но когда я посмотрела характеристики этих двух телефонов и увидела то что там зарядка более живая будет вот здесь вот это весомый довод на самом деле в пользу именно про максом в общем давайте уже распакуем его не хочу делать какие-то эстетичные распаковки просто берем делаем вот так все можно открывать эту крышку и офигевать от цвета вау он кстати немножко меньше чем 14 по макс посмотрела по размерам попробовала еще надеть чехольчик вот этот на свой телефон он не налез и оказалось что он просто меньше чем давайте снимем вот это вот прекрасный звук просто прекрасный вот честно заметно то что он легче ну пока что он конечно без стекла и без чехла но мне кажется он легче может мне просто кажется давайте вам покажу его на заднюю камеру честно говоря как будто не особо понятно какой здесь цвет но боже он так красиво выглядит ну что ребят я уже где-то недели две пользуюсь этим телефончиком могу сказать одно что было очень трудно перенести все данные с моего прошлого телефона на этот так как почему-то загрузка шла очень долго и я пыталась их принести целых два дня так что да но я это все таки сделала наконец-то теперь могу им полноценно пользоваться и теперь снимаю влог на него и еще заказала на выбор вот такой вот серый чехольчик под цвет телефона мне кажется очень стильно смотрится ну вот пока у нас прекрасное солнышко светит хочу с вами попрощаться на этом все видео закончено всем огромное спасибо за просмотр пишите любые комментарии они всегда открыты хоть негативные хоть позитивные я все читаю на все практически отвечаю лайкаю так что буду рада вашим комментариям и лайкам поэтому да всем спасибо всем пока